Ну что, всем привет! У меня на обзоре Honor X7C новая модель, недорогая, но при этом с интересными характеристиками. Прям много про этот телефон, где писали, говорили, что вот, наконец-то он вышел, он начал продаваться, наконец-то он к нам приехал, такая долгожданная новиночка. И действительно стало интересно, что это за X7C. Такое название еще тоже необычное, да? Что это значит? Что это вообще значит? X7C, короче, открываем. У меня телефон в зеленом цвете, лесной зеленый, 8256, произведено в Китае. Ну что, погнали? 8256, и я еще расскажу, сколько он стоит. Смотрите, в комплекте с этим телефоном есть блок зарядного устройства. Это уже большой плюс, потому что сейчас поголовно начали производители убирать блоки. Вы должны самостоятельно купить блок, самостоятельно чехол. Все это сейчас делается так, чтобы максимально удешевить комплектацию. Здесь же быстрая зарядка идет в комплекте, она на 35 Вт. Сделана в Китае, хорошая качественная зарядка, оноровская. Можно вполне пользоваться и быстро заряжать свой телефон. Кабель USB Type-C аккуратно упакован. Да, не самый толстый кабель, но для 35-ваттного блока вполне себе пойдет. Также в комплекте, смотрите, есть скрепка, чтобы открыть с ним молоток. Гарантийник есть, и есть чехол силиконовый, прозрачный, который тоже спасет заднюю спинку вашего телефона от царапин, от падений. Вот эту рамку спасет тоже. Короче, нормальная комплектация. Сам телефон выглядит вот так. Здесь покрытие под кожу, приятное, мягкое, не оставляет отпечатки. Видите, такая еще как прострочка здесь. Интересно, сделана как будто скатерть какая-то на столе. Скатерочка. Honor логотип сделана в Китае. И камера двойная, плюс вспышка, плюс заглушка еще одна. Выглядит довольно просто, но, в принципе, строго и стильно. Задняя спинка плоская. Торцы тоже везде плоские. Это пластик. Есть разъем для наушников. Это уже нам говорит о том, что телефон как бы больше подходит к бюджетному сегменту, потому что во флагманах везде это уже убирают. Но мне кажется, это даже плюс, что он здесь еще есть. Динамик справа, кнопка включения, качелька громкости, очень тонкая. Вот это минус. Мне не нравятся такие тонкие качельки громкости, потому что они реально впиваются как будто в палец. Я люблю, когда кнопки широкие, по ним легко попасть. А здесь просто какая-то полосочка узенькая. Вообще нажатие не особо. Кнопка включения тоже я бы ее, знаете, немножечко утопил бы в корпус, чтобы ее где-то в темноте там на ощупь было легче нащупать. А она здесь просто вровень с корпусом. И кнопку эту бы сделал пошире. Ну ладно, это придирки. Вверху инфракрасный порт, микрофон и с левой стороны сим-лоток. Так, Honor X9, X7C. Почему я 9 его хочу назвать? Защита от влаги по стандарту IP64. Устойчивость к падениям. 5 звезд, ребята. 5 звезд. И что у нас? Продукт содержит высокоточные электронные компоненты. Не роняйте, не ударяйте смартфон. Не роняйте, не ударяйте. А при этом написано устойчивость к падениям. Ну, специально-то нарочно мы его ронять не будем, естественно. Но если случайно упадет, я надеюсь, что все будет нормально. Тем более с чехлом. 120 Гц экран. И память можно расширить на 8 ГБ. Все, снимаю эту пленку. Под ней находится еще одна защитная пленка. Ее мы оставим. Снимать ее не буду. Ну и включаю смартфон. И пока он запускается, я хотел бы рассказать о ценах. И о том, какой здесь сим-лоток. Что он поддерживает. Можно ли вставить две сим-карты и флешку. Либо можно поставить одну сим-карту и флешку. Сейчас мы это узнаем. Сим-лоток находится с левой стороны. Чтобы его открыть, нужно ткнуть вот это вот отверстие. Так. И здесь все-таки комбинированный лоток с уплотнительной резинкой. То есть можно поставить либо две сим-карты. Тогда флешка не влезет. Либо одну сим-карту и флешку. Тогда вторая симка не влезет. Я думаю, все прекрасно это понимают. Что это за такое комбинированный лоток. И вот как он смотрится со стандартным чехлом. Чехол стандартный. Просто прозрачный силиконовый. Самый простой. Magic OS. Кстати, братва, знаете, как интересно у этого телефона. В зависимости от цвета отличается задняя спинка. То есть если вы берете его в черном варианте, он будет такой просто, ну, тупо черно-матовый, да. Просто тупо черно-матовый. У него еще будет здесь подписано 108 мегапикселей, например, да. То есть, ну, простой такой угольный черный. Дальше. Если вы берете зеленый цвет, он будет типа под кожу. И здесь уже не будет надписи 108 мегапикселей. То есть, как будто уже другой телефон, да. Видите, оформление какое. Вот у меня такой цвет. А еще вы можете взять белый цвет. И он будет напоминать какой-то типа, как, я не знаю, столешницу на кухне. Тут тоже будет написано 108 мегапикселей. Блок камеры будет белого цвета. И здесь будут такие прикольные разводы. То есть, в зависимости от расцветки еще меняется типа стиль задней крышки. Вот. Еще необычно, как у этого телефона. Стоит он сейчас 15 тысяч. То есть, это вполне демократичная цена. Она вполне доступная цена. Но меня смущает то, что сейчас идет скидка какая-то. Потому что изначально цена была 18 тысяч. Сейчас 15. То есть, на трешку он подешевел. Это версия 6.128. А если вы хотите 256 гигов, сколько вы должны заплатить? А уже тогда 18 как раз таки. Если 8.256, он уже стоит 18 тысяч. Со скидкой типа. А без скидки вообще 21 он продавался. Короче, вот такие цены и такие варианты по памяти и по цветам. Так, ребятки. Телефон запустился. Включаю максимальную яркость. Так, ну вот такие рамки. Значит, для 15 тысяч, можно сказать, пойдет. Да, нижний подбородок, конечно, выделяется своим размером. В отличие от боковых рамок и верхней. Но фронталка здесь уже сделана по-современному. То есть, уже отверстие в экране, а не капля. В целом, выглядит довольно неплохо для бюджетного телефона. Диагональ здесь большая. Это 6.77. Это фаблет. Здоровый телефон. Не компактный. Но при этом здесь IPS экран. Это не AMOLED. Именно поэтому здесь сканер установлен не в экран, а в кнопку питания. Работает сканер адекватно. Есть также разблокировка по лицу. Сейчас вот я смотрю на него. Он меня узнает. И, пожалуйста, я могу телефон разблокировать. Сам по себе телефон работает на Magic OS 8 версии на базе 14-го андроида. Процессор установлен Qualcomm Snapdragon 800 685. Ага, 800. Губу раскатал. 685-й, который ставится вот в такие вот недорогие телефоны. До 20 тысяч. Как правило, это такой аналог Helio G99. Мощнее, чем Helio G85. Ну, чуть слабее, чем Helio G99. Еще по настройкам экрана здесь можно выставить частоту обновления. 120 Гц. Это, естественно, Full HD экран, а не HD+. Как у ультрабюджетников. Так что... Подождите. Минуточку. Минуточку. Ошибаюсь. Это не Full HD. Это как раз таки HD+. Вот это неожиданность. Да, ребята. И здесь из-за этого всего 260 пикселей на дюйм. Я думал, что у него Full HD. На самом деле, нифига, это HD+. Представляете? Но зато 120 Гц. Вот это, конечно, минус. Хотелось бы уже за такие деньги получить Full HD экран. Потому что он не маленький. И, по сути, на таком большом экране HD-картинка, она уже, если присматриваться, она уже пикселит. Но зато батарея будет больше в сохранности. Ну, как бы, не знаю, ребят. Но такой вот есть у этого телефона момент. Что экран действительно мог бы быть Full HD, но сделали HD+. Что еще по настройкам? Есть режим защиты зрения. Есть темная тема, светлая тема, автояркость. Можно шрифты настроить под себя. Настроек, кстати, у телефона у этого на Magic OS очень много реально. Настройки прям обширные. И каждый настроит сам под себя. Есть несколько режимов работы батареи. Производительный режим. Есть энергосберегающий. И есть ультра энергосбережение. Сейчас он как раз включается. 685-й Snap, он поддерживает 3G и 4G. Но поддержки 5G у него нет. Вот. Поэтому здесь средняя производительность. Сейчас покажу вам центральный процессор. Максимальная частота здесь 2800 МГц. 4 мощных ядра, 4 энергоэффективных. Этот процессор построен еще на базе старых ядер Cortex-A73 и Cortex-A5. Но зато уже делается по 6 нанометрам и особо не троттлит и не греется. Видеоускоритель Adreno 610. Память быстрая UFS 2.2. У меня версия 8.256. И действительно можно еще оперативку расширить. Я сейчас переключился на энергосберегающий режим. И он в этом режиме сразу ставит темную тему. Когда этот режим выключаешь, телефон сразу меняет тему на светлую. Вот. По бенчмаркам давайте покажу вам скорость памяти. Скорость памяти соответствует стандарту UFS 2.2. 641 МБ на чтение, 560 МБ на запись. Не сказать, что телефон прям тормозок. Нет. Нормально работает, быстро работает. В Antutu набирает меньше, чем Helio G99. Набирает 365 тысяч баллов. Вот такой вот средний результат. Нагрев всего на 1 градус до 36,5 и на 1% всего потерял аккумулятор. А почему? А потому что аккумулятор здесь хороший. Аккумулятор здесь большой. Кстати, забыл сказать про его габариты. Длина 166,9 мм. Ширина 76,8 мм. И толщина 8,1 мм. Весит этот телефон 196 грамм. NFC проверка. NFC модуль. Есть. Поддерживает NFC модуль. Также. Мультитач тест. Я уже тоже проверил. 10 касаний. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 полноценных касаний держит. Тест на троттлинг. И здесь троттлинг начинается буквально через 5 минут. Сразу производительность падает на 20%. Но потом уже в дальнейшем не падает. То есть, как вы видите, 20% он съедает. И на протяжении всего теста на этой же производительности остается. То есть, минус 20% практически сразу он скидывает. Сложно назвать игровым этот смартфон. Потому что видеоядро довольно слабенькое. Например, в PUBG даже высокую графику нельзя поставить. Только баланс. Но зато можно поставить высокую частоту кадров. Из-за этого здесь картинка довольно мыльная. Плюс еще само разрешение экрана делает это. Ну, то есть, видите, да, что... Вроде игра идет, но графика, конечно, такая. Очень-очень-очень упрощенная. Прямо это бросается тоже в глаза. Но зато низкая стоимость. Ребят, Honor зато сделал качественно за недорога. Это самый главный, наверное, плюс этого телефона. То, что он действительно очень-очень недорогой. Батарея, кстати, здесь 5200. 5200 мА. Выше, чем у большинства. У большинства телефонов сейчас 5000. Здесь чуть побольше. Но поиграть все равно получится. Есть, кстати, режим повышенной громкости 300%. Еще и звук стерео. Отсюда тоже идет звук. Сверх у нее динамика. Так, ну что, я тут один бегаю, что ли? Где кто? Стэнд-Офф 2. А, включена громкость 300%. Эх, ах ты гад. Давай, друг, я за тобой. Эх, ты гад. Эх, ты гад. Погнали. Ай, блин, сзади. О, это мощное. Ай. Самый неподходящий момент. Так, теперь перейдем на камеры. Всего здесь три камеры. Две задних, одна фронтальная. Какого разрешения камеры? Ну, основа 108 мегапикселей они сделали. Да, неплохой модуль для бюджетного телефона. Один к одному и 67 сенсор. То есть это довольно-таки неплохо. Реально для такого недорогого телефона. Очень неплохо. Но процессор. Процессор может не вывести, конечно. Два мегапикселя, дополнительный модуль для портретов. И 8 мегапикселей, это фронталка. Видео снимается в форматах Full HD. 30 кадров только в секунду. То есть очень-очень просто все, банально. Видеозапись с фронтальной камеры, то же самое. Full HD, 30 кадров в секунду. Вот так фотоет фронталка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Слушайте, ну... Фронталка мыльноватая. То есть нельзя сильно вот посмотреть какую-то детализацию. Видите, как волосы все сливаются в один. Пытается она прям сильно высветлять по умолчанию. Так, ну вроде никаких улучшаторов не включено. Только вспышка, по-моему. Фотка выходит прям такая белая-белая. Вот видите. Ну, блин, качество, конечно, очень-таки посредственное на фронталку. Кожа слишком белая получается. Засветы вот здесь прям белющие. Вот здесь тоже лоб. Видите, засвечен, просто светится. Ну-ка, сейчас еще раз сделаю. То есть цвет кожи немножко ненатуральный. Ну и деталей мало. Очень мало деталей. Фронталка наипростейшая. Задняя камера должна быть получше. Как включить режим 108? Нужно перейти пункт еще, Hi-Res. И только потом у вас будет доступно 108 мегапикселей. В этом режиме уже, конечно, детализация будет намного лучше. Но при этом, смотрите, тоже, когда только открываете фотку, она вся в зерне в таком. И он секунды полторы обрабатывает фотографию. Потом она подгружается. Раз, и все. И становится лучше. И вот так он фотоет 108. Видите, тоже кусками подгружается. Процессор не успевает сразу обрабатывать такое разрешение. Поэтому все так кусочками раз. Подгружается. Приходится ждать чуть-чуть. Но детали... Да, давайте сейчас еще заднюю камеру. Сам себя. Вот здесь уже на заднюю камеру, конечно, цвета более приятные. И деталей намного-намного больше, чем на фронталку. Вот задняя камера здесь ничего. Вот фронталка совсем простая. Я уже таких давно не видел. Но и то, на заднюю камеру тоже цвета немножко пережженно-желтые. То есть вот возле лба, видите, тут очень какая-то желтая полоса. Возле глаз прям все такое желтушное-прижелтушное. Вот здесь тоже все желто-зеленое. Вот эта часть, где борода. То есть, короче, по цветам у него какие-то вообще... Я не знаю, почему он так... Ну, это процессор старый, еще на ядрах, понимаете. Я у многих сталкивался, где процессор 680-й, 685-й. Что там вот он не совсем адекватно обрабатывает по современным меркам фотки. Вот, например, 108 мегапикселей. На баллоне уже не видно, что написано. То есть камера здесь, я думаю, из-за процессора страдает. Сам по себе модуль неплохой. Но процессор не успевает, все обрабатывает. Цвета какие-то ядреные делает. Видео в Full HD 60 кадров не снимает. То есть, по сути, ну, камера здесь так себе. Сейчас еще посмотрим, протестируем ночной режим. Ночной режим 4 секунды сейчас фотографировал. Потом еще секунды 2 обрабатывал. Короче, представляете, если зимой минус 30, вам надо что-то сфотовать ночью. Вы достаете его, нажимаете, держите его 4 секунды ровно. Рука замерзнуть может. Вот, короче, ночной режим. Ну, здесь более-менее все еще куда не шло. Более-менее нормально, кстати. Получилось. Серьезных шумов нет. Но на улице, видите, много светлых оттенков. Сейчас снег выпал. Небо тоже такое белое. То есть, черных каких-то вот именно темных моментов здесь, по сути, и не было. Так что, ну, камера могла бы быть лучше. Но я думаю, это все из-за процессора. Ограничения процессора. Ширика нет. Максимальный зум здесь 10-кратный, да? Да, максим... Нет, даже 8-кратный. Даже не 10х, а 8. При записи видео тоже 8х. Из режимов есть еще отрезок времени. Замедленная съемка, панорамная, двойная съемка с двух камер одновременно. Ну и, собственно говоря, все. Вот такой вот режим. А портретный режим еще есть с размытием заднего фона, когда вы фотографируетесь. Аккумулятор 5200. Аккумулятор нормальный. Хватать будет надолго. 35 Вт. Быстрая зарядка. Беспроводной зарядки здесь нет. Ну и динамик стерео с громкостью 300%. Послушаем сейчас, как он звучит на стандартном рингтоне. Он такой, знаете, низкие частоты, но громкий. Вот этот рингтон, кстати, громче, чем хоноровские. Вот этот, природный. О, прикольный. Так, что я могу сказать по поводу этого телефона? Смотрите, модель новая, но, по сути, здесь в начинке нет ничего сверхнового. Потому что процессор мы этот уже давно видали. Экран здесь HD+, всего лишь, но зато 120 Гц. Оболочка более-менее новая. Внешка неплохая. Ну, я не знаю, нормальная. Просто нормальная и все. Батарея 5200. Что еще? Ну, в принципе, я не знаю. Вот такой вот обычный бюджетный телефон. Просто бюджетный. Из плюсов. Нормальный комплект поставки. Быстрая зарядка. Внешка из плюсов. Качество софта. Пленка есть на экране. В принципе, сначала не лагает. То есть, вот изначально, да, никаких лагов тормозов нет. Обновления приходят беспроводные. Из минусов. Камеры мне не понравились. Звук. Блин, ну, звук все-таки более выражен на нижнем динамике. Я бы хотел еще видеть здесь более широкую кнопку регулировки громкости. Возможно, тройной лоток, чтобы было 2 плюс 1. Вот. Ну и что еще? Ну и, пожалуй, наверное, все. Вот такой вот телефон получился. Пишите, что думаете насчет этого модели Honor X7C. С вами был Дима. Всем удачи. До скорых встреч. Всем пока. Чао. Субтитры сделал DimaTorzok